Доброе время суток, уважаемые родители! Рад снова встрече с вами. И сегодня мы с Ванечкой расскажем вам и покажем определенные моменты, связанные с очень важной темой. Эта тема, она важна для всех детей. И важна она для детей с первых дней жизни. Речь пойдет о развитии мелкой моторики. Не только для лечебных моментов у определенной группы детей, но и для развития ребенка как такового. Итак, зачем нужно этим заниматься и почему на это нужно обращать внимание? И, наверное, это должно быть основой ваших занятий с детьми практически всех возрастов. Итак, почему? Дело все в том, что такое мелкая моторика. Давайте мы с вами определимся в терминах, чтобы вы понимали правильность разговоров, правильность чтения какой-то литературы. На самом деле мелкая моторика – это точные движения пальцев, кистей, координация. Почему она важна? Дело все в том, что координация движений и координация деятельности мышечной, костной и нервной системы, она активизирует зоны коры головного мозга, которые отвечают за двигательную проекцию. Но это только полдела. Вторые полдела заключаются в том, что кора головного мозга устроена таким образом, что центры двигательной активности, центры координации работы кистей, суставов, мышц, кисти, они располагаются очень близко с речевым центром. Поэтому речевая зона, она в принципе достаточно в большой зависимости от центра координации работы мышц и суставов, кисти. Соответственно, чем активнее работают пальцы, рук у ребенка, тем быстрее ребенок и лучше ребенок начинает говорить. Соответственно, чем больше нагрузка на пальчики, тем чаще ребенок совершает точные мелкие движения, тем быстрее формируется и полноценнее формируется речь у ребенка. Раз. Дальше. Зрительная память у ребенка тоже начинает улучшаться. Координация движений. Ну и, соответственно, повышение внимания, наблюдательность, точные движения. Это все формируется достаточно быстро. Это все взаимосвязано между собой. Дело все в том, что в первые годы, даже в первые месяцы жизни ребенок осваивает очень большое количество движений. И по мере взросления этих движений становится все больше. Ну, действительно, мы наблюдаем, что сначала его действия, его движения неловкие, неумелые. Моторные навыки развиваются постепенно. И с возрастом становится все сложнее, все активнее. И дело в том, и вот здесь я обращаюсь к вам абсолютно сознательно, хочу, чтобы вы меня услышали. Дело в том, что эта ситуация очень индивидуальна. У каждого ребенка это развивается по-своему. Это связано и с индивидуальной особенностью ребенка, и с его генетикой, и с его условиями жизни, и с его, скажем, способностью подражать. И, соответственно, то, что вы делаете, связано со временем, которое вы ему уделяете, и так далее, и так далее. Поэтому, если, вот, я знаю, что вы активно общаетесь друг с другом, смотрите, следите за успехами каждого из детей, ваших знакомых. И видите, что один ребенок уже что-то делает, второй это делает еще не качественно, третий вообще даже не начинал. Это не говорит ни о какой патологии, особенно вот в начале, в первые месяцы. Правда, нужно просто быть внимательным к ребенку, смотреть, как это будет развиваться дальше, заниматься с ним. Но о ранней патологии это еще не говорит, если брать чисто моторные движения. Значит, как происходит развитие мелкой моторики у ребенка? Она происходит постепенно и последовательно. Значит, первое движение, которое мы должны обеспечить ребенку и помочь ему заниматься, это движение, направленное на так называемую сенсорную интеграцию. То есть, что это такое? Это тренировка кисти и обладевание тонкими действиями рук, которое происходит в процессе развития чувства, так называемого, кинетического, которое отвечает за ориентацию ребенка в пространстве. Как ее тренировать прямо у новорожденного ребенка? Начните с элементарных вещей, а именно поглаживания разных структур. Вот ребенку можете дать возможность погладить, скажем, какие-то предметы, погладить руку, погладить лицо мамы, чтобы кисть была расправлена. Если он там, допустим, на кроватке, погладить какую-то подушку, погладить какой-то ковер, если он лежит на полу, поверхность стола, не имеет значения. Имеет значение то, что кисть должна быть расправлена, и он должен осуществлять эти движения. Это идет достаточно тонко. И следующий этап развития координации – это так называемая сенсомоторная координация, которая уже происходит под контролем зрения. То есть, если в первые дни жизни, в первые недели ребенок осуществляет исключительно достаточно хаотичное движение только кистью, то с взрослением, уже где-то после двух месяцев, у него начинают коррелировать зрение и движение. То есть, он видит и старается это взять. С помощью зрения ребенок изучает окружающую среду, он контролирует перемещение, он контролирует свои движения, поэтому они становятся более совершенными и более тонкими. И вот здесь появляется такое желание все взять, все потрогать, все ощутить. Но не просто на что натолкнется рука, а то, что притягивает глаз ребенка, то, что он видит. Соответственно, ребенок это видит, но не может это осознать, изучить. Вот здесь к нему на помощь приходят руки. Он должен потрогать, пощупать, изучить этот предмет, и тогда ему будет понятна связь, причинная связь, то, что он видит и то, что он трогает. Как это коррелируется? Это очень важно. Значит, все происходит достаточно поэтапно, как я уже говорил, и все начинается с движения. Вот сейчас я вам изображу определенную схемку, по которой идет развитие, чтобы вы могли оценивать, правильно ли развивается ваш ребенок, и вовремя корректировать, вовремя, ну даже если не, ну даже и вмешаться в этот процесс тренировками, занятиями, массажем. Это все мы, вот на изучение этой темы, все это мы сегодня пройдем. Итак, первый этап – это движение. То есть, чему должен научиться ребенок вначале? Он должен научиться дотягиваться до предмета и его взять, хватить. Значит, ну, конечно, во-первых, эти предметы должны быть. То есть, даже если он лежит, вы должны дать возможность на уровне вытянутой его руки, дать возможность просто до этого придать. Не важно, пусть это будет палец, пусть это будет палочка, пусть это будет какая-то игрушка, там, карандаш, не имеет значения. Вот, ему показали, он тянется, он должен уметь до нее дотянуться и схватить. Да, значит, в следующий раз поменяйте направление, чтобы он увидел, что предмет находится в другом месте, и он должен туда потянуться, удобно для себя рукой, вот, схватить и впоследствии чуть позже начать манипулировать. То есть, что значит манипулировать? Значит, осуществлять какие-то движения, неважно, потянуть его рот, там, стукнуть себя по голове, только не надо, чтобы это было травматично, все должно быть умеренно, постучать по спинке кровати, вот, радостно, и так далее. То есть, опять же, мы начинаем ситуацию с координации. Он увидел, и он тянется, и он схватил. То есть, такой порядок. Да, нет такого, что он сначала схватил, а потом подносит глазами, смотрит, что это такое. Сначала увидел, то есть, зрение определяет направление движения руки. То есть, получается, что глаз как бы обучает руку, где нужно взять, а вот уже ручные движения, дает возможность ребенку получить большее количество информации. Следующий этап, которым переходит ребенок, это дотягивание, ощупывание. То есть, должен быть какой-то стимул. Ну, например, сажаете ребенка на колени, и даете ему возможность, скажем, ощупать свое лицо. То есть, разницу между, допустим, носом, ртом, ушами. То есть, проговаривая это все, постепенно уже подключаете и слуховой аппарат, чтобы ребенок услышал, воспринимал, где какие предметы. Да, даете ему что-то интересное, необычное. Ну, допустим, очень часто дети любят предметы, которые издают какие-то звуки. Это может быть ключи, например, связка большая, где ребенок даже по звуку начинает выбирать, что ему интересно. Это может быть какие-то связки других предметов, которые можно взять, и они еще будут издавать какие-то звуки. Да, вот отсюда дети очень любят погремушки, потому что, особенно если погремушки не одинаковой формы, а формы какой-то определенной, разной, там, типа песочных часов или типа крутящихся каких-то шариков и так далее. Значит, следующий этап это захват и удержание. Вот здесь очень важно, чтобы эти предметы были устроены таким образом, что ребенок мог их взять. Не забывайте, ручка маленькая, а хват небольшой, поэтому, если это какая-то большая, скажем, какая-то ручка или какой-то круглый предмет, который у ребенка выскакивает постоянно, ему это очень быстро надоест. Он должен добиваться результата, поэтому что-то должно быть такое, чтобы он мог взять в руку и удерживать. Значит, соответственно, он должен этим играть уже. Значит, следующий этап, который необходимо даже не столько приучать, дать возможность ребенку это делать. Это выпускание или отпускание. То есть, он должен не только брать и удерживать, он должен отпустить. И вот здесь есть варианты. То есть, можно отпускать одну игрушку, чтобы он мог взять ее еще раз, а могут заинтересовать другой, но чтобы он это не бросал, а отпустил, да, и для того, чтобы взять той же рукой другую игрушку. Да, вот он эту отпускает или даже кладет и тянется к другой. Желательно, чтобы эта другая была немножко в другом месте, чтобы совместить варианты именно вот дотягивания, не забывая о том, что я вам говорил. Следующий этап очень интересный, это отталкивание и сдвигание от себя, то есть он должен понимать, что если он, ну это должно быть легкое, поставьте какой-нибудь там трехкилограммовый предмет, который мама не всегда сдвинет, это не годится, должна быть легкое, может быть какой-то шарик, может быть какое-то колечко, когда ребенок отталкивает от себя, она движется, ну и очень бы хорошо, если бы она еще издавала какие-то звуки, очень хорошо использовать баночки и бутылочки с крупной крупой, они шуршат, они шумят, но не до конца запомнены, когда ребенок начинает их двигать, особенно, ну типа вот Ванька встанька, он толкает, она пищит и возвращается обратно, это интересная игра, и в то же время это развитие. Очень хорошо, помимо вот сенсомоторики и мелкомоторики, это совмещают еще и с физическим развитием, это вариант подтягивания, когда вы из положения сидя вы даете пальчики, свои пальцы, ребенок охватывает, и вы начинаете подтягивать его, пытаясь поднять или посадить, это можно делать как из положения лежа, и ребенок подтягивается, это у более маленьких детей, которые тренируются пресс, чтобы садиться, и ребенок из положения сидя подтягивается, пытаясь встать, то есть с одной стороны он удерживает, ему интересно удержаться, да, осуществить какие-то движения, это вариант мелкой моторики, а с другой стороны это физическое упражнение, которое просто тренирует мышцы, приближая его к следующий этап в физическом развитии. Значит, в следующий момент уже у более старших детей начинаете тренировать к движению, которое впоследствии сформирует возможность держать и пользоваться ложкой, это перенос, то есть можно взять даже ложку, совочек, то, что держать, и перенести из, скажем, одной емкости в другую, или из одной кучи в другую, то есть он переносит, это не обязательно ложка, это может быть какая-то игрушка, вот допустим, она лежит, да, вот ребенок берет, из одной кучки переносит в другую, почему это формирует ложку, потому что вариант, когда вы покажете, как нести, куда переносить, скажем, ложку, там, с какой-то едой, он уже очень легко это действие освоит, потому что развит элемент мелкой моторики, значит, следующий прием, или следующее движение, которое можно использовать, это нажатие, очень удобно этим заниматься, это тренироваться во время купания, вот такие, скажем, как банальная губка, да, даете ребенку, он ее нажимает, и оттуда там течет вода, пена и прочие интересные, приятные вот вещи, ребенок довольный, с одной стороны ему интересно, а с другой стороны вариант, сжать, это работа на развитие мелкой моторики, значит, следующий момент, так называемое манипулирование, то есть, когда мы машем, когда мы стучим, открыть, закрыть и так далее, как это более подробно, в каком возрасте это осуществлять, и как помочь ребенку это сделать, мы расскажем в следующих наших лекциях, а пока до свидания, будьте здоровы, берегите себя.